Шел по дороге в сторону ГИПа, стоял автобус с ОМОНом. Мы шли вдвоем, открылись двери, выбежали с автобуса, люди начали бить. Выволокли из машины, вот. Машину, слава богу, не разбили. Я достал свой телефон, они увидели, у меня погоня, это все время висело, то есть, грубо говоря, там, ну, так, герб белорусский, да. И сразу начали меня избивать, тут же, прямо. А спецназ остановил машину с нами, выкинули, поставили на колени нас, приставили автоматы головам, вот и все, и привезли сюда молча. Пригрозили изнасилованием, вот, меня сначала, ну и сказали, что поедут еще к жене, заедут, изнасилуют. Говорит, давайте мы сожжем эти дреды. Другой говорит, зачем сжечь, достает этот армейский нож, им начинают отрезать дреды. Просто под основанием у человека такие плеши. Били, 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 унижали, 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 били, били, унижали, а дальше оказались мы здесь. Привезли когда сюда, вот уже происходило страшное. Когда мы поступали, колидор был залит кривей. Три сотрудника, стал один на голову мне ногой, а два других на, растянули мне ноги и стали один на одну ногу, другой на другую и снова начали бить. Мне говорит, открывай рот. Я говорю, вы что, в смысле открывай рот? Сдирает мне ту ленту, вот у меня еще шрам остался живьем. Открывай рот. Я говорю, я не буду. Мне прилетает удар в затылок. Сознание не потерял, но координация полностью всю потерялась. Мне в рот эту ленту вместе с землей запихивают. Сорвали шорты, трусы до колена, сняли, повернули меня, так голову завернули, чтобы я видел их. И один вот этот вот садист, по-другому не могу назвать, взял резиновую палку, на него надел презерватив на палку. И говорит, мы тебе сейчас в очко засунем эту палку, если ты нам не скажешь код. Меня просто хватают за волосы, говорят, смотри в глаза и просто спрашивают, сколько платят. Отвечаю, нисколько, по лицу. Кто платит? Никто, по лицу. Какой-то сотрудник-садист мне приказал подойти к столу, там уже ходить не мог, в общем-то. За руки, вывернув суставы, меня поволок через весь зал. Если им не нравится, как ты раздвинул ноги, тебе бьют в пах так, что ты их больше не сдвигаешь. Поэтому вот у нас тут ребята лежат с катетерами, которые не могут сами ни покушать, ни в туалет сходить. Ну и здесь то, что я увидел, это просто ужас. Здесь парня привезли за мной без глаза, без левого глаза, он сидел. Я для себя помню, что, наверное, есть три стадии боли, наверное, когда людей бьют. Они сразу кричали, крик такой вот ровный. Потом они плакали, они их продолжают бить. Потом просто они перестали вообще издавать какие-то звуки, кто-то просто постановало. Их продолжали бить, бить, бить. И назад уже они своими ногами не пошли, потому что было слышно, как их поволокли. В нашем пятом дворике, у нас было 120 человек, стояли вот так, как селедки, двое суток. И за двое суток нам дали, только ночью принес в ведре котлетки, это были по половине каждому получилось. За все сутки было буханки три хлеба. Ну, это, видимо, техника воздействия на психику. Нам принесли, помню, вот в Окрестино, нам какое-то вот такое вот ведро черное. Какие-то отходы рыбьи, какое-то сырое, что-то, ну, как можно сказать, приготовлено, но протухшее, вонючее. То есть там мужики повскакивали, за 15 секунд было съездено все и вылизано. Первое сутки мы стояли на улице, знаете, дворики для выгула людей, да, заключенных, где вот крыша такая с сеточкой и стены бетонные. И там нас не кормили, воды нам не давали. Первая вода была через 15 часов, в которой мы требовали себя просто с граналом истерикой. Туалет это был, это была дырка от люка под камерой прямо. И, ну, все, все видели, то есть те, которые ходили, издевались охранники над нами, говорили, что никаких вам не будет там ни медицинской помощи, ничего, то есть, все, какие-то помогут, просто у вас гранаты, и все закончится. Надзирательница такая белесая, девчина молодая, она сдекается, она просто била у всех. Меня било коленом у живот, била по ногам, сегодня била дубиной по спине. Наш человек лежал, вот когда во дворике были, мы двое суток просили фельдшера, никто не приходил. Слышно было, скорую, скорую, вот, и слышно было, что да нет, этого, наверное, уже бесполезно. Бить это одно, а там пытают. Просто какой-то в глазах животный ужас у людей, оцепенение, и у нас два парня просто обмочились. Вот, от этого страха. Он, когда приехал из Жудина, то он не мог разговаривать, он только плакал, плакал и плакал. Фашизм, обычный, настоящий фашизм, я не знаю, как это по-другому назвать. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok